я сейчас включила воду надеюсь будет слышно с пересадкой все достаточно просто как обычно если сплавным очень сухой я поливаю растение то есть мочу этот сплавным чтобы он был в воде вытаскиваю его из горшка не забываю при этом пробирку чтобы не потерять ее потом хоть знать что это за растение этот спагнум сверху засолился а здесь достаточно нормальный но поскольку я могла бы его заменить частично если бы я сажала снова спагнум поскольку я буду пересаживать это растение полностью в кору я уберу спагнум совсем чтобы избежать потом головной боли с поливом да чтоб мне потом не думать о чем это растение сидит если там спагнум как мне его поливать не забью ли я его да вот чтобы вот этих потом не было мучений я просто убираю полностью спагну и буду сажать его в кору вот я чистила корни растения корневая кстати очень хорошая замечательная его промываю под водой убираю остатки уха полностью оно мне не нужно смотрите здесь на корнях есть какие-то коричневые полосочки там что-то еще что-то где-то желтенькое сухой корешок я ничего не обрезаю здесь это не нужно я максимально сохраняю корни у этого растения обрезать ничего не нужно почему потому что вот например вот эти коричневые пятна это никакая не болезнь это не грибок это не бактерии это просто соли или повреждение ткани от солей которая осталась вот как на поверхности было да соприкосновение с этим спагнумом соленым с солью вот так здесь и осталось это пятно то есть ничего страшного в этом нет совершенно и как-то обрезать это или обрабатывать не нужно хорошая здоровая корневая система она растет да она активна поэтому ничего мы с ним не делаем просто берем и сажаем в новый субстрат можно конечно в такой но это великоват а поскольку место я сейчас экономлю вполне подойдет такой горшок очень даже мне нравится как оно в нем смотрится собственно упаковываю его полностью горшок какие-то торчащие корни тоже туда же беру лоток с мульчой мульча я беру мульчу это пиния это пиния не сосна пиния почему потому что в ней как-то ну по ощущениям она больше нравится растениям не знаю только что очень субъективно да я не делал каких-то там специальных исследований но вот субъективно мне больше нравится как растение на нее реагирует может быть там смоленой состав другое что-то еще не знаю не буду выдумывать и это мелкая мульча видите здесь кусочки коры и еще такая мелкая фракция которая называется бумус вот для молодых растений для сеянцев в моих условиях она просто идеально подходит потому что не нужно очень часто как-то поливать потому что в оранжереи все-таки при влажности и при вентиляторах работающих растениям быстро и она хорошо держит воду принято не заболачивается она достаточно такая аэрируемая и корни и очень любят они в ней с удовольствием растают собственно беру эту мульчу и причем она уже мокрая обратите на это внимание мы ее уже пролили водой хорошенечко мы ее не проваривали не дезинфицировали да ничего мы с ней не делали не обровадными химикатами мы просто пролили ее водой чтобы она стала влажной потому что очень сухая была мульча и ее сложно было потом намочить в горшке она останутся какие-то сухие зоны вот и все то есть я просто насыпала сюда мульчи влажные вот как она легла и все здесь есть какие-то пустоты какие-то незаполненные полости ничего страшного это все ничего страшного во первых со временем в процессе полива это все утрясется и унется сейчас я еще проливаю это все тело водой посмотрю где там как-то сильно не хватает вот я проливаю водой температура воды теплая то есть комфортная прям совсем комфортная для руки даже немножко можно такой прям не то что горячей да а теплая комфортная температура воды видите здесь полость здесь полость ничего страшного в этом нет не нужно туда ее напихивать упихивать забивать это все лишнее вот и все пересажен ну замечательно не забываем гирочку поставить опять же видите какая-то окантовка по листу да вот это вот более светлая здесь вот листики отъеденные да вот сухие лысая такая шея ну вот как-то все говорит о том что он прекратил рост какое-то время назад потому что соленый субстратом уже ему не подходил ну было здесь комфортно вот он видите такую спагну нехороший и начались вот эти вот микроэлементозы или макроэлементозы когда не хватает каких-то элементов минерального питания вот это все свидетельство нехватки элементов минерального питания вот здесь участок корня даже сгнил ну вернее гиромент сгнил сейчас мы его промоем вот здесь кончик потемнел сгнил да вот здесь часть корня часть виламина вернее сгнила вот она черная и вся отваливается но смотрите виламент я снимаю да а корень вот этот он остается то есть такие штуки лучше не обрезать не нужно их обрезать потому что обрезав такой корень вы дополнительно лишите растения возможности им что-то поглощать не нужно этот корень он рабочий то есть он сможет поглощать воду с растворенными в ней веществами он совершенно рабочий то что виламент сверху погиб ничего страшного и не нужно бояться каких-то бактерий каких-то грибов которые могут там куда-то проникнуть что-то еще ничего не будет такого ужасного и страшного если растению достаточно комфортно в тех условиях которые вы ему предоставляете если оно не страдает от условий неправильных то ему будет достаточно хорошо и никакие бактерии микроорганизмы через такое не проникнут в шейку там центральные сосуды в само растение и будет оно жить замечательно я такие корни никогда не обрезаю всегда оставляю не нужно обрезать не нужно обрабатывать там фунтазолом еще какими-нибудь фунгицидами чем-нибудь еще страшно выжечь напалмом не нужно ничего этого делать просто спокойно возьмите это растение промойте в теплой воде можно снять руками там вот этот виламен который сгнил уже ну можно частично просто что снимется то снимется не обязательно там как-то вычищать это все вот и просто сажайте его в новый субстрат и все и поверьте если вы позаботитесь о нормальных хороших условиях среды простите для этого растения это все с ним будет хорошо оно ничем не заболеет я думаю что в маленькие горшочки я его тоже не упихну мы для него выберем два с половиной размера ну хотя бы потому что он сейчас резко пойдет в рост и корневая вырастет через 2-3 месяца и смысла нет его запихивать в мелкий горшок потому что все равно придется скоро пересаживать в более большой объем вот так вот просто легко я насыпаю мульчу в горшок господи я пересадила уже какие-то тысячи халенопсисов вообще просто тысячи я чувствую себя каким-то каким-то вьетнамским сотрудником фермы вот ну красота же это у нас зен мельяк я всегда промываю растения водой после пересадки чтобы грунт немножечко осел даже чтобы промыть листья от субстрата от излишков ну и вообще это как-то как-то это лучше что ли гигиеничнее правиль ну вот тут тоже самое лысая шея корни даже не стали от нее расти вот тут что-то попыталось но он погиб корень но зато корневая то есть она конечно не большая но растущие корни есть ну тут даже какие-то корни бутлятся но при этом никакой гнили на шее ничего такого естественно нету я его буду сажать в тот же огнем потому что место надо экономить много места в оранжере это роскошь точно так же я его ставлю в горшок фиксирую и засыпаю кучу вот этот фалинопсис скорее всего будет восстанавливаться чуть дольше ему потребуется там месяца 3 может быть 5 пока он уже вырастет и его можно будет пересадить в 2,5 объем горшока вот это горшочек 1,7 дюйма а это 2,5 дюйма вообще азиатские вот эти горшки мягкие оказались в хозяйстве в таком большом достаточно удобными они универсальной формы они хорошо входят в колеты ну в такие на много горшков вот и они довольно таки мягкие что тоже оказалось удобно прямо при хранении и так вообще вообще они не нравятся ну что то китайцы ерунды не придумают на самом деле такими тысячами они там фалинопсы выращивают они просто по определению не будут делать что то что плохо работает вот мы молодцы вы сейчас пойдете чай пить а мне это все еще пересаживать главное чтобы растение было хорошо закреплено во-первых я стараюсь его посадить так же чтобы оно было так же ориентировано как сидело до этого то есть сильно чтобы оно не наклонялось куда-то в другую сторону и во-вторых я смотрю чтобы оно было зафиксировано чтобы оно не болталось в горшке вот мы с вами пересадили растение посмотрели на свагнум ставьте лайк если это видео было вам полезно подписывайтесь на мой канал я буду очень рада пишите комментарии и до новых встреч всех вас люблю целую всем пока пока